Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги, не кради, не кради уже говорил, четыре А сколько их всего? Четыре назвал, сколько заповедей? Здесь, здесь Ну еще шесть осталось Вспоминай У тебя родители-то живы? Нет Почитай своих родителей Отца и мать, будешь долголетен на земле Пятое заповедь Ну а когда один бедно живет, а другой богато У бедного что происходит? В сердце иногда К богатому У того все есть, а у этого ничего Из-за чего Кая Навеля убил? Христа из-за чего распяли? Понял Пилат это сказал Понял Что это за чувство такое? Чувство зависти? Да Ну и какая десятая заповедь? Хорошее это чувство или плохое? Угу А? Не 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 хорошее? Не хорошее Ну и какая заповедь ограждающая нас от этого чувства? Люби ближнего своего, как самого себя Не Не пожелай Не Не вола Не жены Не раба То есть Другими Одним словом Не За Ви Продолжай Не Не Зави Не Завидуй Не Завидуй Эти ты вот шесть заповедей Перечислил это заповеди против ближнего Вот их можно объединить В одну главу Люби ближнего своего Как самого себя Вот И Подобная ей заповедь еще какая Кого еще нужно любить кроме ближнего? Ну Люби врагов своим Ну Моисей про врагов не говорил ничего Десятисловия Кто или заповедь дал-то Моисею Оскрыжали их Бог Бог Ну и вот Кого еще нужно любить-то? Наверное того, кто эти заповеди дал Логично Возлюби Господа Бога Всем сердцем Всем разумением Всею душою Всею Душою Всею крепостью Всею Душою Первую заповедь Основную Грешник Грешник Ну Какой яростный грех они совершали Чем апостол Павел от других отличался? Двенадцать апостолов На занятиях На занятиях воскресных А еще кому он писал? Почитал Почитал послание Павла Почитал послание Павла Апостола Ну я все читал Не помню 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 Ну кто вот они такие были, в отличие от юбидеев, римляне, коринфяне, им-то Господь не давал, только и евреям закон Божий. Поклонялись ли они истинному Богу? Нет, не поклонялись. А кому они поклонялись? Ложным Богам. Как этот грех называется? Поклонение ложным Богам. Идолопоклонство. Ложный Бог называется Идол. И какая вторая заповедь? Господь говорил, чтобы не поклонялись идолам, язычники, вот эти коринфяне, римляне, не знающие истинного Бога. И соблазняли иудеев на поклонение ложным Богам. Некоторые впали в этот грех. Не создай себе кумира, да, идола. Не поклоняйся им и не служи им, кумирам этим. Вот и вторую заповедь мы вспомнили. Вот еще две заповеди относительно отношения человека и Бога. Всю неделю человек работает, а в воскресный день в Харам идет. Что это за заповедь? Какой он заполидает? Помни день субботний. Шесть дней работая, один к Господу. Знал ты такую заповедь? Угу. Или не слыхивал даже? Ну, читал, но не запомнил. Читал, но не запомнил. Поэтому ты ее и не соблюдал. Хочу, хожу в храм, хочу, не хожу. Расслабленное такое состояние. К чему это привело? Один грех, цепляет, другой уже. Падение. Падение уже. Седьмую заповедь нарушила. И все, и пошло, и поехало дальше. Ну, и еще одна какая заповедь. В какой книге они написаны? Эти заповеди-то знаешь? Ну, и еще одна какая-то знаешь.